В продолжении программы еще о буднях наших спасателей в материале Татьяны Кашпур. На волоске от смерти оказался житель городокского района. Мужчина временно жил в доме матери своей дамы сердце. Неизвестно, что произошло, но на веранде вспыхнул пожар, не оставляя шанса на спасение. Погорельцу повезло, рядом с ним живет пенсионер МЧС. Сосед помог выбраться из огненного плена живым и невредимым. А вот дом для проживания больше не пригоден. Пламя полностью все уничтожило, от имущества до крыши и стен. Причина пожара пока выясняется. В деревне Погорельщина пожар унес жизнь 45-летнего мужчины. Пламя в доме погибшего вспыхнуло накануне, в половине пятого утра. О ЧП огнеборцам сообщил родственник хозяина. Он увидел, что из-под шифера идет дым и сразу набрал номер 101. Уже через 9 минут после звонка спасатели были на месте происшествия. К этому моменту огонь полностью охватил крышу. Во время разведки на кровати одной из комнат пожарным удалось отыскать бездыханное тело хозяина. Несмотря на все попытки, вернуть к жизни его не удалось. Эксперты пока не назвали причину пожара. По одной из версий могло произойти короткое замыкание. Три года назад хозяина дома штрафовали за использование так называемых жучков вместо заводских автоматических предохранителей. Юный экстремал застрял на крыше трансформаторной будки в Минске. Десятилетний мальчик играл со своим другом. Ребята забрались на двухметровую высоту, видимо, испытывая свою смелость. Но неожиданно нога одного из малышей застряла между стеной и защитой вентиляции. Мальчику пришлось держаться за крышу, чтобы не упасть. Благо спасатели приехали в считанные минуты и приключение закончилось хэппи-эндом. Врачи убедились, что с экстремалом все хорошо и передали юношу родителям. Хороший финал и у истории спасения котенка в столице на улице Раковская. Полосатый непоседа провалился в полость фонаря. Нашлось очень много энтузиастов, готовых ему помочь. Правда, у прохожих ничего не получалось. Пришлось просить помощи у спасателей. Бойцы МЧС разобрали тротуарную плитку, ну а дальше оставалось подручными средствами вытащить пленника. Стоит сказать, что коту подарили не только вторую жизнь, но и новый дом. Девушка-очевидец взяла страдальца жить к себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова